Дорогие мои, доброе утро! Сегодня я хочу накрасться, собраться вместе с вами. Разложила тут все свои бьюти-фавориты, именно из косметики. Если вы хотите подборку фаворитов не бьюти, это уход, бытовая химия, что-то для волос, напишите в комментариях, я обязательно сниму такое видео. Сегодня я хочу собраться вместе с вами, так что берите с собой свою косметичку, давайте собираться вместе. Я сейчас летом перешла на более легкие уходовые такие текстуры, и у меня сейчас в руках новинка от бренда Clorans, это их потрясающая сыворотка Double Serum. Это облегченная текстура, у них также есть эта сыворотка в привычном формате, она более питательная, а это, знаете, такая облегченная для лета, для такой кожи, как у меня, жирной, комбинированной, очень вкусно пахнет, потрясающе увлажняет. Я ее, видите, наношу такими придавливающими движениями. В продаже две таких сыворотки, такая, как у меня сейчас, облегченный, облегченный более вариант, и классический, поэтому вы тут можете выбирать сами для себя, какая вам больше текстура нравится. Я после... Какой у меня был крем? По-моему, я долго пользовалась кремом с авокадо от Kiehl's, он, знаете, такой жирненький, питательный, потом не стало его слишком много, я перепробовала очень много различных средств под глаза, и сейчас мой огромнейший фаворит. Вот эта вот сыворотка для кожи вокруг глаз, тоже из серии Double Serum. Эта текстура очень прикольная, она совмещает в себе такую, знаете, эмульсию и гель на водной основе, то есть, видите, эмульсия и гель, я это хорошо перемешиваю, наношу на зону вокруг глаз. Эта текстура хорошо увлажняет, очень красиво делает зону вокруг глаз, то есть после нее прям взгляд, знаете, такой сияющий, отдохнувший, и по текстуре, по напитанности, наверное, это самый сейчас оптимальный продукт. Спасибо вам огромное, кто мне тогда вопросники в инстаграме ее посоветовал. Я еще смотрела, такая, думаю, ну, наверное, какая-то вот маслянистая, жирная, вообще нет. Вот это вот сочетание эмульсии и гель на водной основе дает очень классный эффект. И вся эта линейка Double Serum Uclorance, она подходит независимо от возраста для любого типа кожи, поэтому, кто пробовал, обязательно поделитесь в комментариях. Дальше покажу фавориты из тональных средств. У меня сейчас на лето это облегченный вариант от Eves Saint Laurent Tuchicla. Это устойчивый тональный крем с таким более сияющим финишем, и потрясающий крем от Dior. Мне нравится у них Forever классическая версия, она даже более облегченная. Forever Undercover, это который более плотный и устойчивый. Я их смешиваю между собой, это у меня оттенок 0,21, он такой прям более загорелый. У меня как раз сейчас лицо довольно светлое, здесь я больше загораю, потому что на лицо наношу SPF, поэтому я просто смешиваю два этих тональных, чтобы мне и по оттенку подходило, и также по текстуре. Это, кстати, хороший лайфхак, чтобы не покупать отдельно два каких-то тональных по цвету. Вы можете спокойно смешивать и получать нужную вам текстуру, нужный оттенок. У меня сейчас вот здесь появились пятнышки от прыщей, то есть это не прыщики, это просто пятнышки что-то типа постакне, поскольку сейчас лето, я, к сожалению, не могу пользоваться этими кислотами сильными, потому что все-таки солнышко очень активное. У нас в Екатеринбурге тут просто три недели 30-ти градусная жара, в Москве, в Питере холодно, у нас просто погода, как в Дубае. Посмотрите, как хорошо тон выравнивает тон кожи и как на сыворотку от Clorans красиво ложится тон. Дальше беру свой любимый карандаш для бровей Vivienne Sabo 03 оттенок. Тут ничего, девочки, не меняется. Это мой фаворит. Сколько бы я ни пробовала, искренне надеюсь, что наш Vivienne Sabo никуда не уйдет с рынка. У меня, кстати, я вообще прям подсела на наращивание ресничек. У меня сейчас уже стадия, когда их нужно перенаращивать, делать коррекцию. Летом это суперудобно, особенно если вот ты куда-то едешь в отпуск, если ты куда-то едешь постоянно загораешь. Я знаю, у меня девчонки наращивают, те, кто тоже рано встает на работу. В общем, я хоть и успела тогда в Дубае приобрести свою тушь Sky High. Я сегодня и чуть-чуть подкрашу реснички, потому что они уже все-таки подвыпали, чтобы взгляд был более выразительный. Но наращенные ресницы все-таки я от них очень сильно сейчас балдею. Напишите в комментариях, кто сейчас тоже наращивает реснички. Сегодня будем с вами делать летний повседневный макияж. Дальше я беру гель для бровей от Pussy. Тоже хорошо фиксирует. Я делала ламинирование бровей. У меня уже, разумеется, месяца два прошло. Все уже подсмылось, весь этот состав. Но мне понравилось. Реснички все-таки я делать не рискнула. Мне кажется, что они будут сильно перекручиваться. Ну и в целом мне с наручными ресничками мой изгиб M нравится гораздо больше. Самый классный девочке бронзер. Я, правда, я не знаю. Я пою ему оды. Везде его показываю. Dior. Это оценок 0,5 Warm Bronze. Этот бронзер идеального какого-то оттенка. Даже если я наношу, например, какой-нибудь суперсветлый тон. Он идеально подстраивается. Ни холодный, ни рыжий. Вот он прям загорелый-загорелый. Когда, как будто бы, не знаю, я вот позагорала, вернулась из отпуска. Не знаю, или просто позагорала. То есть очень классно распределяется. Потому что все остальные бронзеры, честно, мне как-то рыжили. Или слишком были какие-то оранжевые. Вот этот оптимальный. Уже вторая у меня упаковка. Хочу навести по ресничному контуру. Это у меня карандаш. Романовый мейкап. Вот такой вот маленький огрызочек остался. Я его тоже люблю, обожаю. Очень вам советую. Для смоки. Для того, чтобы подчеркнуть, прорисовать. Мне же ресничку. Очень классный, мягкий, хорошо тушуется. И дает, знаете, такую красивую дымку. Поэтому мне очень нравится так вот карандашом назатемнять ресничный край. Также бронзером прохожусь этим же по подвижному веку. Вы часто спрашиваете, что у меня за тени на самом деле. Либо я ничего не наношу, либо наношу летом бронзер. Конечно, отошла немного от таких ярких каких-то супер макияжей. Обычно это все более такое натуральное. Поэтому не снимаю вам сильно много каких-то макияжных роликов. Но собирайся со мной. Это, мне кажется, мой самый любимый формат. И можно подсмотреть какие-то фавориты, какие-то любимчики. По традиции напишите в комментариях, какие у вас 2-3 любимых продукты. Я обожаю, когда вы пишете в комментариях какие-то находки свои. Потому что я всегда нахожу что-то для себя. Что-то беру на заметку. Обожаю, когда такое происходит. Тушь есть, тушь, конечно. В вашей стране продается эта тушь от Maybelline. Именно Sky High фиолетовая. Моя искренняя вам рекомендация купить ее и побольше. Также не показала, сейчас нанесу вместе с вами консилер. Тоже мой большой фаворит сейчас. Это клиник Even Beta. Это у них линейка, насколько я знаю, для тоже комби склонной к жирности кожи. Тем не менее, я люблю наносить этот консилер. Чуть-чуть. Зону вокруг глаз. Именно вот сюда вот. И также наношу немножко под бронзером, чтобы выделить зону скул. И на свои небольшие тут воспаления. Классно держится. Устойчивый. Не скатывается. Обожаю. Тут консилиер похож на Catrice Liquid Camouflage. Карандаш очень классно освежает зону под глазами взгляд и отлично держит. Дальше наношу на губы по контуру. Берите на заметку, девочки. Очень классный бюджетный карандаш. Вот даже сейчас видно, создает эффект невероятно красивых, пухлых губ. Обожаю этот эффект. Вот ничего больше не наносила. Это карандаш от бренда Shoe. Я не знаю, наш он или не наш. Бренд Shoe. Карандаш мягкий. Хорошо перекрывает свой пигмент губ. Отенок 48. Не могла его найти в онлайне. Приезжала в Яблоко. Покупала именно там. И оттенок шикарный просто. Я уже снимала с ним Reels. И не устану вам его рекомендовать. Также в эту любимую комбо я наношу карандаш от YVNCBO 07. Это их новые карандаши. Они более жирненькие такие по текстуре. Их классические. Вот это 101, 102, 103. Мне, честно, не нравятся. Они мне суховаты. Оттенки либо слишком светлые, либо слишком темные. А вот это такой холодно-розовый. Тоже в прошлом видео, по-моему, вам показывала. Но там был влог. Поэтому я решила его дополнить в ролик про мои бьюти-фавориты. Обожаю. Вот вроде бы сколько, я не знаю, прошло по времени. Сколько мы с вами красимся. И уже полноценный макияж готов. Я принесла тканевую маску, чтобы сделать вместе с вами. И не сделала. Ну, в общем, оставим это для сегодняшнего вечера или завтрашнего утра. Храню их, кстати, в холодильнике. Тоже небольшой такой лайфхак. Особенно летом, когда присыпаешься. Там что-нибудь вечером поешь соленое. Там роллы. Попьешь вина. Присыпаешь и опушишь. А я тут же начинаю делать массаж лица. Наташу холодную тканевую маску. Идеальный отеков, как ни бывало. И еще лимфодренажные прыжки. Хочу вести себе привычку. И делать эти лимфодренажные прыжки каждый день. Не знаю, надо какой-то трекер скачать. И просто хотя бы по минуте попробовать. Если вы делали, напишите. Был ли результат. Я когда делала регулярно, я действительно видела, что вся вот эта вот какая-то припухлость очень быстро спадалась с утра. Потому что я склонна к отекам. Нанесла я вот такой вот блеск от Clorans. Тоже сейчас не видела в наличии именно 0,6 оттенок. 0,6 и 0,1 или 0,2. Безумно их люблю. Он мне не хочет заканчиваться. Надеюсь, что когда закончится, я уже куда-нибудь полечу. И смогу приобрести себе еще этот блеск. Что, девчонки, показала вам все свои фавориты. Это правда самый главный мой must-have. То, что я продолжаю покупать из раза в раз. Очень вам рекомендую. Если вы хотите видео про, как я уже говорила в начале, видео про фавориты именно из ухода, за телом, за волосами. Я хочу снять отдельное видео. Не мешает все в одно. Как-то его разделить. Поэтому надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы тоже собрались, собрались. Накрасились вместе со мной. Я всех вас целую, обнимаю. Желаю замечательного дня. И увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока. 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 Продолжение следует...